Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас необычный обзор на маховое удилище от компании Кайда, такой трансформер так называемый. Это Кайда Ария Вип Поли, полное её название. Значит, материал бланка, сразу начну с этого, в производителе не указывает, но достаточно хороший уголёчек здесь, качественный стоит. То есть, это 36-40 тонн приблизительно, да, потому что палочка очень звонкая, но, в принципе, я по своему опыту вам могу это сказать, утверждать. Значит, что интересно, вы фактически, покупая восьмёрку, то есть, это удилище продаётся в варианте 8 метров, имея 3 вот таких крашеных комли, на которых написано 6, 7, 8. Далее идут уже некрашенные колена. То есть, производитель заявляет о том, нам, да, говорит, что мы можем держать, в общем-то, выбирать любую длину и держаться закрашенной комель руками на 6, на 7, на 8 метрах. Я её тестировал на 7, 8 метров, так, хорошо очень её понагружал, то есть, палочка мне понравилась, то есть, есть какой-то нюанс, небольшой нюанс в строе, я вам покажу потом, когда будем раскладывать. Вот, но в целом, очень приятно для удилища, которое фактически 3 в 1, даже 5 в 1, я вам сейчас объясню почему, такой строй, такой вес очень приемлем абсолютно. По поводу 5 в 1, хоть и комли 3 крашеных, да, то есть, 6, 7, 8 вы свободно можете из неё делать и ловить, просто снимая каждый комель, да, и нужную длину выбирая, но и пятёркой, и четвёркой, да, вот эти коленцы тёмные, они точно так же позволяют вам держать их в руках. Они не хрупкие, да, и колены эти не продавливаются так каким-то усилием, поэтому, с моей точки зрения, но лично я могу ими совершенно спокойно ловить и пятёркой, и четвёркой. То есть, вы фактически покупаете удилище 5 в 1, покупая вот эту длину. Значит, комплектуется удилище вот таким привитым спортивным хлыстиком под коннектор 0,65 мм. Прививка вот эта здесь качественно сделана, облита лаком, и так приятно очень смотрится. Далее, по усилению колен, то есть, каждая коленца усилена. Здесь такой наплывчик ярко заметный, да, как штекерные, так и телескопические. Единственное, что мне не очень понравилось, это то, что на штекерных коленах слишком небольшой заход внутрь. Но, тем не менее, вот я как раз это и проверял на рыбалке на своей, как следует её так хорошенечко на 7-8 метрах поддёргивал, да, забрасывал ветер, прям вот так, чтобы сломать попытаться, да, но не сломал. Поэтому будем надеяться, что действительно конструкция определённый такой специфический строй имеет, он не быстрый, вот, но и параболиком, и шлангом его тоже не назвать. Но за счёт именно такого строя, вы потом увидите, когда я разложу удилище, оно как бы способно как раз перераспределять хорошо нагрузку, видимо, за счёт этого коленца хорошо держится. Ещё важный момент, не перепутайте, кто будет у нас покупать это удилище в магазине. Первые три колена, это хлыст, второе коленца и третье раскладываются телескопом, то есть выдвигаются телескопически. Все остальные дальше, четвёртое насаживается на третье, да, уже штекерно. Поэтому, смотрите, не выдвините не так, как надо, чтобы не сломать просто. Ещё очень важный момент, что я хочу сказать. При покупке любого удилища у нас в магазине, этого нет ни у кого, да, и кайда в том числе, потому что мы их проверяем, это вот действительно хорошая, качественная кайда. Мы даём бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы, это раз. Второе, мы даём две запчасти в год совершенно бесплатно в период проведения акции, даже если вы сами случайно ошиблись, сломали, наступили там на какое-то колено и так далее. Более подробно об условиях вот этих гарантий, да, и бесплатных запчастей, почитайте, пожалуйста, на сайте Multifish раздел программы лояльности. Там написано условие, когда это действует и так далее. То есть, если кратко, это покупка узилища только у нас и подписка на соцсети. Поэтому лишний раз вы будете подстрахованы, фактически каска. По запчастям на кайду, во многих магазинах их нет. Я думаю, что очень многие слышали то, что большие у них проблемы. Мы сейчас договорились о поставках любого колена на кайду. То есть, любая запчасть на кайду у нас теперь будет и она будет участвовать в акции. Ну, дай бог, если будем мы ее проводить. До этого вот уже почти три года мы проводим такие акции на другие фирмы, да, бренды, производители. Но кайду вот только недавно у нас. Но вот мы договорились, поставка партии к нам пришла. И хлыстики, и вторые, и третьи коленцы, то есть все есть в наличии. Поэтому обращайтесь, покупайте сначала, ломайте, потом и обращайтесь к нам. Значит, дальше я за кадром, у меня здесь листочек лежит, я взвесил и все обмерил. Самые основные такие показатели, характеристики. Поэтому зачитаю. Значит, восьмерка, реальный вес 276 грамм. Транспортная длина 113. Диаметр комля 25 вместе хвата. И длина фактическая 804. То есть, на еще длине заявленной даже. Семерка 205 грамм весит. Очень приятный вес. Обратите внимание, 23 миллиметра диаметр комля. И 702 сантиметра, реальная ее фактическая длина. Сами понимаете, больше даже, чем заявленная. Шестерка 142 грамма весит. 21,5 диаметр комля миллиметр. И она почти те же заявленные 6 метров, без одного сантиметра. То есть, 599 сантиметров ее фактическая длина. У пятерки 497, кстати. Поэтому, имейте это в виду. Действительно, удилища приятные, качественные. Покупайте у нас, если хотите, фактически иметь каско на удилище. На ту же Кайду, которая, в общем-то, 50 на 50 у нее отзывов. О качестве и тому подобное. Поэтому, лучше подстраховаться, советую вам. И приобрести все-таки удилище в магазине Multifish. Кайда у нас будет и Фортекса, будет Авентадора популярный. Ну и большинство популярных моделей Кайда мы к себе будем завозить. То есть, то, что некачественно, а это, ну, с моей точки зрения, порядка 60-70%. Мы эту продукцию вообще брать в магазин не будем. Поэтому, смотрите на сайте, скоро она по чуть-чуть будет появляться и сможете заказывать. Ну, значит, давайте мы сейчас тогда раскладываем и смотрим строй. Ну, вот, друзья, разложили. Я начну с восьмерки. Константин Михайлович нам поможет погнуть. Значит, смотрите, у меня 8 метров. Вот я имитирую подсечку. Ну, чуть-чуть она все-таки, ну, даже не чуть-чуть, немножко она мягковата, конечно, в серединке. Но, тем не менее, она, видите, достаточно быстро восстанавливается. Вот имитирую руки в очках. То есть, в принципе, как кивком на ней, если поставить хлыстик полой, да, либо вообще снять этот хлыст, да, без хлыста, то... Ну, вот я просто имитирую, да, то нормально. Как по плавочку, вот видите, подсечка. Ну, давайте нагрузим. В руках лежит неплохо, не могу сказать, что плохо. Ощущается, что тонкий кой-камелечек такой прям просится на кивок ее, честно говоря. Ну, смотрите, достаточно жестко я нагружаю. Ну, неплохо, не могу сказать, что прям... Учитывая, что это 3 в 1, для этого очень неплохо. Так, я вот за кадром снимаю комблевое колено на восьмерке. Смотрите, сейчас 7 метров у меня. Ну, это уже приятная палка. Это уже такой прям, вот видите, и строй уже такой уже появился. То есть, как семерочка, просто шикарно. Ну, и, соответственно, с кивочком, даже с спортивным хлыстом просто отлично. Никаких вопросов, только положительные эмоции. Средне-быстрый строй, я бы сказал. Нагружаем. Ну, видите, вот, да, серединка уже. Ну, вот, поэтому я и говорю, средне-быстрый строй. Я тащу, кстати, достаточно сильно. Ну, опять же, пытаемся. Так, снимаю седьмой комблевое колено. Остается шестерочка у меня в руках. Ну, это уже невесомая палка. Такая достаточно приятненькая. Но все равно средне-быстрый строй, не быстрая она. То есть, серединка была пожестче и была бы совсем идеальна. Но она все-таки универсал. Поэтому, имеете в виду, она хорошо быстро распределяет нагрузку тут же. Простит вам лишний раз ошибки. Вот, смотрите, я даже руку вам показываю здесь. Да, ну, вот такая вот палочка. Да, вот она пошла сразу дальше, уже ближе к омню и так далее с усилием. Еще раз вам имитирую подсечку. И пятерка. Берем пятерку. Ну, все то же самое остается. То есть, я вижу, что шестерочка особо здесь не меняется. Ну, тоже легкая палка. Можно ее держать за комель. Он достаточно толстенький и позволяет. Ну, вот все то же самое, видите. Итак, друзья, посмотрели. Два слова. Поставляется удилище вот в таком жестком чехле пластиковом с заглушками. Само удилище тоже имеет две резиновые пробочки такие. Но, с моей точки зрения, их лучше заменить. Потому что... Либо не до конца втыкать. Потому что, если до конца вы воткнете, то вытащить резинку, снять крайне тяжело. Она присасывается. Поэтому, ну, лично для меня это неудобно. Ну, и, соответственно, такой достаточно... Простенький, но при этом прочный и плотный чехол. Такой велюр, что называется, да. И с клапаном на липучке. На этом все. Большая просьба к вам. Под видео. Пальчик вверх нажмите. И нажмите кнопочку подписаться. Кто еще не подписан. Для вас это плюс большой. Что вы лишний раз, когда купите у нас удилище, будете иметь бессрочную гарантию на заводской брак и бесплатные запасные части в период акции. Подробно читайте в программе лояльности. Для меня это лишний раз показатель, что я действительно снимаю не зря. Людям нравится мое видео. Поэтому на этом все. Всего доброго. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok